Друзья, вот это называется метеостанция для дома. Может быть неправильно, вот смотрите. Купили в Болгарии 69 лев. Взяли не самую дешевую, не самую дорогую. Вот, смотрите, значит, что она у нас показывает. Ну, естественно, время, время, день, неделя на английском, число, месяц. 17 октября, 10 месяц, 6.36 утра. Теперь далее. 22,5 градуса и 42% это температура в зале. Давайте смотреть дальше. Нижний ряд. 5 градусов холодно, 68% влажности. Это температура на улице. Холодно. Вот это температура на улице. Следующее. 20 градусов Цельсия, естественно. 49% влажности. Это телефона. Ой, какой телефон, извините. Это температура в спальне. 20 градусов, 51% влажности. Это температура на кухне. Ну, уже на кухне почему-то потеплело. Ну, очень удобная вещь. И вот, видите, внизу вот такой датчик, который стоит на улице, здесь и в двух комнатах. И тем самым мы понимаем, какая влажность, видите, ничего себе. 68 градусов процентов влажности на улице. Да, возможно, будет дождь. Ну, вещь очень удобная. Вещь очень удобная. Работает на батарейках. Ну, я всем рекомендую, чтобы, по крайней мере, понимать, сколько градусов, где. Ну, и часы, конечно, очень тоже важны. Вот. Есть, конечно, мы видели метеостанции дороже. И за 130 лев, и 200 лев. Не рекомендую вкладывать много, потому что... Ну, а зачем? Это лишние деньги. В принципе, никому они... Ну, это лишнее. Поэтому мой принцип не покупать самое дешевое и не покупать самое дорогое. Вот. Очень удобная вещь для дома. В Израиле у меня такой и не было. Я и не видел ее чего-то. Все. Мини-обзор. Метеостанция. Будет желание, покупайте. Я не рекламирую фирмы. Мне это... Я не знаю, что это за фирмы. Бренды, не бренды. Да, я думаю, что здесь не играет никакой роли. Обычные пальчиковые батарейки меняются, и все. Все. Всем хорошего дня. Чтобы вам было тепло, когда холодно. И чтобы вам было прохладно, когда тепло. Хорошего дня.